Интервью 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 А как ДДР4 В будущем обратная совместимость с DDR3 сохранится навряд ли А вот материнскую плату точно придется брать новую Сокет поменяли и теперь это 1151 Новое,сотое семейство чипсетов Sunrise Point принесло с собой шину DMI 3 ДМИ meno Mind С пропускной способностью,почти вдвое выше,чем у DMI 2 0 Встроенное графическое ядро HD Graphics 530 как и прежде,позволяет запускать не только простенькие игры но и относительно тяжелые проекты на минимальных настройках. Однако прорыва в интегрированной графике на настольных процессорах пока ждать не стоит. Если же вы предпочитаете классику и не запускаете тяжелых медиаприложений вовсе, без отдельной видеокарты проживете спокойно. Кстати, в процессорах Intel уже давно присутствует аппаратная обработка ряда видеокодеков. Мы же лично знаем людей, которые занимаются видеомонтажом без дискретного видео. По части ряда медиазадач сообщают о росте производительности до 30% Skylake по сравнению с предыдущими поколениями. Также говорят об отличном разгонном потенциале, но мы не ждем чуда и большей разницы по сравнению с современным 14-метровым Broadwell. Проверим лично, там оно станет и понятно. Еще одно интересное замечание. Несмотря на постоянно снижающиеся энергопотребления, теплопакет старших чипов доходит до 95 ватт. От них-то мы и ждем самой высокой производительности. Что же касается мобильных чипов Skylake, то Intel впервые анонсировала мобильные чипы с возможностью разгона. К тому же обещают ряд беспроводных технологий, в том числе и беспроводной зарядки. Возможно, появится аксессуар нового формата. Посмотрим. Ну а у нас появился интерес при первой же возможности взять на тест не только настольные процессоры Skylake, но и какой-нибудь ноутбук. Ну а теперь интервью. Мономолекулярные транзисторы – это часть обозримого будущего? Очень популярный вопрос. Я его часто слышу. Следующий вопрос за ним обычно. Думаете ли вы, что вы можете пойти еще дальше? Мономолекулярные транзисторы? Я не знаю, я не уверен, что мы к этому придем. Могу сказать, что стартовым моментом для использования в транзисторах принципиально новых затворов High-K стало ограничение возможности диоксида кремния как изолятора. Мы буквально располагали четыре атома друг на друге. Новая производственная технология требовала уменьшать толщину изолирующего слоя, а диэлектрическая проницаемость диоксида кремния уже не позволяла этого сделать. Иными словами, рабочий заряд транзистора просто пробивал тонкий слой изолятора. Пришлось использовать новые материалы. Так мы начали использовать для подзатворного диэлектрика диоксид Гафния. Мы продолжим работать над этим, и мы верим, что сможем еще достаточно уменьшить технологический процесс. Сейчас мы осваиваемся с 10 нанометрами. Я имею в виду, мы вполне уверенно двигаемся в этом направлении. И это то, что нас ждет в 2017 году. Но следующий шаг почти наверняка 7 нанометров. И тогда мы сможем посмотреть, как развиваться дальше. Еще ведь важен вопрос. И используем мы технологии фотолитографии. Сейчас мы используем темно-фиолетовый свет с длиной волны 193 нанометра. С его помощью мы создаем 40-нанометровые структуры. Хотя разрешающая способность аппаратуры не может превышать половину длины волны. То есть при 193 нанометров это всего 96 нанометров. Как мы обходим это ограничение? Используем несколько проходов. То есть разбиваем фотолиграфический процесс на несколько этапов, чтобы в итоге получить 14 нанометров. Можете себе представить, какие технологии нужны, чтобы перейти к 10 нанометрам? Когда мы преодолеем и 7 нанометров, нужно будет понять, какое излучение использовать. Тот же свет или что-то решительно другое? Не кажется ли вам, что железо стало слишком мощным? И вместо того, чтобы заниматься оптимизацией игр, и вообще работать над качеством игры, разработчики все чаще халтурят? Хотим взглянуть на это более глобально. Игры за последние несколько лет стали хуже. Вместо новых уникальных механик, проработанных миров, интересных сюжетов, мы все чаще получаем акцент на мультиплеер. И не такие уж и дешевые пакеты дополнений в виде наборов раскрасок для оружия. Что касается нас, то мы всегда делаем множество программных оптимизаций. У нас, кстати, очень много программистов из России, и они прикладывают массу усилий. Если взглянуть на наборы инструкций наших процессоров, факторизация, разложение на множители, оптимизация, я имею в виду обработка сигналов, а все виды обработки изображений. Все, что вы обрабатываете на процессоре, будь то хоть графика или аудио, связано со множеством оптимизаций. И я не думаю, что есть проблема с софтом, связанная с ленью программистов. В духе, эй, зачем мне морочиться с созданием хорошего кода, если процессор все равно все вытянет. Я никогда не слышал, чтобы кто-то вернул свой новый компьютер со словами, знаете, этот комп слишком мощный для меня. Верните назад мне мой старый ПК. Я не встречал людей, которым так сделали. Что касается игровых систем, я тоже о таком не слышал. Хорошо, что вы вспомнили о многопользовательских играх. Вы знаете игру World of Tanks? Очень популярна в России. Знаете, она отлично оптимизирована. Мы проделали огромную работу оптимизируя ее с компанией-разработчиком Wargaming. Что касается работы с интернетом, попробуйте открыть диспетчер задач и посмотреть во вкладке процессов, сколько там приложений использует сеть, пока вы занимаетесь скучным просмотром обычного веб-сайта. А там множество процессов, работающих скрытно в фоновом режиме. Я приведу один пример. Параллелизм. Чтобы ускорить получение нужного результата, вы распределяете данные и команды по ядрам и потокам. Это происходит в виде разрешения фоновой задачи. Но вы, конечно, хотите, чтобы ваш процессор был идеальным с точки зрения энергопотребления и тепловыделения. И для этого он должен постоянно включаться, выключаться, включаться, выключаться, без конца, на лету. И делать это так, чтобы вы этого не замечали. Вы думаете, это так легко достается? Нет, бесплатного сыра не бывает. И здесь нужна оптимизация. А защита? Вам же нужна защита от вирусов, например. И она должна работать в фоновом режиме. Взять Skylake, шестое поколение Intel Core. В этих процессорах реализовано SGX, программное защитное разрешение. Они дают вам возможность иметь скрытые зоны в памяти, в которых можно хранить определенные инструменты и исполнять их. Все это происходит параллельно. Вам ведь не хочется, чтобы вред был нанесен в вашей системе, пока вы играете. Поэтому защита должна работать постоянно, как фон для других задач. Всегда. А вы сами играете? Какие игры вам нравятся больше всего? Старые или современные? Вы, вероятно, имеете в виду вот эту концепцию. Когда играешь один, бегаешь, что-то делаешь, стреляешь, исследуешь и мультиплеерные игры онлайн. Противопоставление между этими двумя вещами? Игры стали другими. Я вчера общался с проигроком. И знаете, что он сказал? Каждый кадр, каждая миллисекунда, все, что вы можете дать мне, я использую. И я не думаю, что здесь есть что-то не то. Просто да, игры стали другими. Каждый раз, когда выходило новое поколение процессоров Intel Core, появлялись новые материнские платы. И знаете, недавно на нашем канале была сверхбюджетная сборка ПК на основе 26.0. Она прекрасно тянула современные игры. Так ли необходимо было вынуждать игроков каждый раз покупать новый материнский плат? В этом отношении по Skylake у нас вопросов нет. Новая шина, новый тип памяти, очень много изменений, которые видны невооруженным глазом. Но вот по более старым материнским платам. Так ли это было необходимо? Здорово, когда есть возможность проапгрейдиться, просто поменяв процессор. Но знаете, есть такое понятие, как маршрутизация в рамках материнской платы. Потому что у вас быстрые сигналы. И маршрутизация в общем определяет, насколько длинными сигналы могут быть, насколько длинными могут быть линии. А еще есть вопрос заземления. Сколько каналов заземления вам надо? А это определяет, сколько контактов потребуется при монтаже процессора. Так что вопрос, в качестве сигнала, как только вы переходите на DDR4 или что угодно еще, вам нужно передать все. Вам нужно больше заземления и больше пинов для заземления. Вот и ответ. Раньше все было иначе. Но сейчас другие скорости сигнала и другие частоты. А еще прибавим сюда, что контроллер памяти теперь интегрирован в процессор. На всех шинах сильно выросли частоты. И на процессоре тоже. И больше нет таких допусков, как были во времена Socket One. Пусть там тоже были колоссальные архитектурные изменения, как от Pentium до Pentium MMX. Новая раскладка, новые инструкции, новая архитектура. Сами изменения могут иметь схожую природу. Но острие частотного уровня вынуждает нас действовать так, как мы действуем. И отсюда возникают подобные вопросы. Ну, раз мы заговорили о частотах. Когда ждать игровой процессора с большей частотой? 4-5 ГГц. Ну, давайте рассмотрим хотя бы разницу между Skylake и Broadwell. В архитектуре было множество изменений, улучшающих параллельную обработку. Эффективность, увеличивающая количество инструкций за цикл, чтобы перейти к тому же результату, но через более тонкий путь. Знаете, рост частоты – это рост энергопотребления. Снижение энергоэффективности огромное. Это было бы просто непозволительно. Мы идем по другому пути и повышаем производительность через рост количества операций за такт, что гораздо сложнее, чем банальный подъем частоты. Сейчас в процессорах достаточно мощные графические ядра. Вы ведь планируете в будущем составить серьезную конкуренцию производительной дискретной графики? Долго ли ждать, когда центральные процессоры и графические ядра смогут тянуть все современные игры с максимальными настройками? Это тренд, конечно. Мы интегрируем графику уже больше 10, больше 15 лет, если более точно. Современные техпроцессы 14 нанометров позволяют нам улучшить производительность графики. Зачем мы ее интегрируем? Мы можем. Это во-первых. А во-вторых, интегрированная графика – это очень здорово с точки зрения снижения энергопотребления. Мы ведь сейчас используем графические процессоры как вычислительный элемент. А это касается не только самого графического ядра, но и дисплея. Есть много возможностей, например, связанных с подсветкой дисплея или отрисовка фреймов через раз или частично, так, чтобы это было незаметно глазу. Все это я могу делать благодаря тому, что графическое ядро интегрировано в центральный процессор и является его частью. Это дает полный контроль. Что касается игровых машин, я не знаю, увидим ли мы когда-нибудь мир компьютерных игр без отдельных графических ускорителей. И, конечно, у нас в мыслях нет пытаться убить рынок дискретной графики интегрированными ядрами. Они не для этого. Просто у достаточно большого количества людей требования к компьютеру куда скромнее, чем мощная машина с несколькими видеокартами. И объективно им нужен процессор, максимум уровня Core i3 или Core i5, которые вряд ли когда-нибудь станут для таких пользователей узким местом. Мы должны предлагать сбалансированные продукты, в том числе и для них. В теории также возможно, что на интегрированное графическое ядро могут возлагаться некоторые расчеты, освобождая мощность дискретной графики. Наши наборы разработчиков для графического ядра позволяют использовать графическое ядро как отдельный вычислительный блок для самых разнообразных приложений. И здесь все зависит от конкретного разработчика. Неважно, дискретная графика это Radeon или NVIDIA GeForce. Процессор работает на довольно высоких частотах. Ведет ли это к тому, что они начинают излучать радиацию? Или это миф? Я не уверен, что это миф. Но вот что я скажу. Прежде чем мы выпускаем, и не только мы, это относится к любым потребительским товарам и продуктам, и даже в случае с процессорами и материнскими платами. На случай, если они могут быть радиоактивными, и вообще-то они излучают. Вот все это проходит через тщательное тестирование перед сертификацией. И проводятся тесты на ионизирующее излучение в том числе. Если вы не проходите их, никто не позволит таким материнским платам и процессорам попасть на прилавки магазинов. А как же оверклокеры? Сейчас процессор разгоняется до частот более 8794 МГц. Это все еще безопасно? Это совершенно другая история. Потому что здесь приверженцы разгона сами открывают ящик Пандоры. И могут утверждать, что уровень излучения повысился. Пусть там даже будет 5 ГГц, а не 8. По-хорошему, чтобы разобраться в этом вопросе, надо говорить с людьми, которые как раз занимаются вопросами здоровья. И соответствия нормам безопасности. Я точной информации вам дать не могу. Сейчас много говорят об излучении от телефонов, точек беспроводного доступа. Но это вопрос и к врачам, скорее, а не к инженерам. В любом случае, довольно познавательно. И лишний повод задуматься о тяжелом стальном корпусе всем тем, кто увлекается разгоном. А вот вопрос, который волнует многих. Когда DDR4 подешевеет? Когда большая часть производственных мощностей перейдет на производство DDR4, эта память подешевеет. Это вопрос производства. Мне также кажется, что стоит ожидать более доступную по цене DDR4 ближе ко второй половине следующего года. Про ПК это, пожалуй, все. А вот Intel, как производитель мобильных чипов, это надолго? Да, мы серьезно настроены по отношению к мобильному рынку. И уже сотрудничаем с такими компаниями, как Lenovo и Asus. Совершенно очевидно, что если ты хочешь заниматься этим, тебе нужно сотрудничать с большими брендами. Если взглянуть на рынок смартфонов, то это Apple, Samsung, LG, Sony. Со всеми ними нужно договариваться. Каждому нужно предложить правильное решение. Вообще, мы прошли хорошую школу за последние несколько лет. Я хочу сказать, что сейчас у нас есть все необходимое. У нас есть центральные процессоры, которые потребляют меньше энергии. Гораздо меньше энергии, чем все остальные. У нас есть модемы. 4G-модемы. Вообще, всего у двух компаний есть 4G-модемы с поддержкой LTE Advanced. Так что технологически мы готовы. Но все должно сойтись с обеих сторон взаимоотношения с потребителями. И только в этом случае мы можем двигаться вперед. Тогда что вы думаете об умном доме, интернете вещей? Мы очень положительно настроены по отношению к IOT. Мы занимаемся умным домом уже несколько лет. И интернет вещей – это часть этой сферы. Вообще, интернет вещей – это ведь очень многое. Больше, чем можно представить. Это ваши умные часы, мой компьютер, телефон. Это все интернет вещей. Потому что любая техника, способная вычислять, и так или иначе соединенная, – это интернет вещей. Даже наши ID-чипы можно расценивать как часть интернета вещей. Так что да, нам эта сфера крайне интересна. И в подтверждение моих слов можно привести тот факт, что мы, например, купили компанию здесь, в Германии, и они создают DSL-модули. И это то, чего нам не хватало. Потому что если взглянуть на интернет вещей, в первую очередь, обращаешь внимание на какие-то конечные устройства. Будь то смарт-часы или производственные датчики, но ведь они подключаются к шлюзам, а через них – к службам, к сервисам. Где все уже обрабатывается. Мы видим эту цепочку, и нам очень интересно. У нас множество продуктов в этой сфере. И в это вовлечено очень много людей. Взять нашу Кьюри – это набор для разработчика железа и софт. Основа для конечных устройств, для интернета вещей. Так что да, это интересно. Как вы думаете, вот умные холодильники, способные сами заказывать продукты? Умные печки, сами себе шеф-повара. Они станут когда-нибудь доступными для массового потребителя. Когда? Я не знаю. Этот вопрос вам стоило бы задать Bosch, Mille, Siemens или еще кому-то. Мы будем в некоторых из этих устройств, когда они используются лишь для определенных вещей. Например, когда определяется температура или давление. Пусть используется что-то другое. Но когда появляются более серьезные задачи, связанные со сбором данных, анализом данных, передачей данных, мы в игре. Ну и последний вопрос. Intel плотно сотрудничает с Apple, но мы не видим ваших чипов в iPad и iPhone. Это возможно в будущем? Intel действительно сотрудничает с Apple. Мы это сотрудничество ценим. И для потребителей оно, кстати, тоже приносит определенные плоды. В первую очередь мы делаем это для конечных пользователей. Все остальное строго конфиденциально. Вот что я думаю. Судя по этому интервью и вопросам, которые назадавали ваши подписчики, вы там, ребята, настоящие профи. Так держать. Спасибо.